Кто идет тут? Вот тебе на. Мир домаш. С миром принимаем. Вот валеночки лежат. Что-то у вас так тепло сегодня прям. А я специально второй видеоркосудный. Вот большие новые валенки их никто не носит. А кто у вас это? Для дома. Давай сюда, проходи. Ахтушка. Да у меня сапоги новые. А ты что здесь сидишь, а? На кровать залез ко мне. Так, на половичок валенками не становиться уже. Это улица, а это комната. Вот я не люблю, когда развивается в сенках или где-то. А вот на этом половичке. Иди давай. Вот так. Вот так ешь. Давай садись. Заждались тебя тут уже. Первое что, расскажи, как съездили. Сажись, присаживайся. А это что такое? Ну это у меня котенок пален. Чтобы залазить ему портяночку повесил. А чтобы тут мягко было прыгать ему. Там фуфайка моя под этим. Какой мой. Да. Ну рассказывай по порядку. Как поехали? Вот с этого момента, как вы договорились и кто узнал, зачем ехать? Куда? Да. Племянник попросил покрестить дочь у него, Вася. Но я 28 лет не был там в своем дому. Не был там? 28 лет я не был. Воспоминания-то сколько у тебя там было? Договорились с сестрой. Сестру выпросил у мужа. Он благословил. Ну и все. Купили билет на поезд и поехали. А муж-то отпустил сестру? Да. Отпустил с трудом. Пришлось долго мне уговаривать его. Но уговорил. Кто, говорит, готовить будет нам? Кто готовить? У тебя, говорит, там бабушка есть. Возьми какую-нибудь бабушку и поезжай. Ну и вы до Барнаула доехали. Тут были сколько-то? Или сразу пересели? Ну почему? Я же как. Мы приехали в субботу утром. Я в субботу вечером, в воскресенье молились в храме. А-а-а. Мы в воскресенье вечером, в пол первого уехали. Ага. Ну все, в Алмата приехали. Нас там встретил Вася. А через границу то что-то требовалось? Ну, российскую границу. Там они все проверяют. Прям в вагоне идут? По вагону идут. Все проверяют. Там вещи какие везешь. Ну так они не распечатывали ничего. Спросили там что-то. А паспорт какой должен? Российский или заграничный? Российский. Паспорт российский. Ну паспорт фотографируют. Тебя там все так вот смотришь. Он тебя фотографирует. Все там записывает. Зачем едешь? Спрашивает. В гости. Ну и так вот. И все. А казахские там проще как-то. Больше российские. Более как-то так это. Ну. Больше они все дознавались. А казахские только спросили. Ничего нет запрещенного? Нет. С собаками. Собака туда-сюда. По купе пробежала. Туда-сюда собака. И вышли они. То есть она ищет наркотики? Ну, наверное ищет. Может быть что-то. А может быть колбасу щежу и в сумках? Ну и все так-то. Мы ехали две ночи и день. Вот. А там теперь еще, когда уже с Казахстана в Киргизию заезжать, там вовсе проходишь опять регистрация, билет и паспортная регистрация. Точно так же. Смотрите сюда вот в это. Как вот у тебя горит. И фотографирует? Фотографирует все там. С какой целью вы приезжаете? Зачем едете? Вот это разделил Горбачев-то страну-то. Всем работу дал. Европа вся объединилась. Сколько? 20 стран. Едет, там, говорит, ни границы, ничего, нигде не проверяют, ничего нет. Все. Спокойно. А здесь на каждой вот это. Где там очередь, выходишь, там с машины выходишь, когда с Казахстана в Киргизию заезжать. С машины все выходишь, проходишь, каждый проходит там отдельно. Вот машина отдельно проходит. Проверяет все. Ну вот так вот. А оттуда мы уже на самолете, так там проще, на самолет там досмотр сделали и все. До Барнаула? До Новосибирска. До Барнаула нету. Вот. Ну а там что? Там погода как раз у них выпал снег, потом градусов 10 тепла, все это как-то грязь такая-то. Ну в чем? Прошли, свали там по деревне, где они жили, где отец жил, подошли, так, ну там собакам уже не зашли в дом-то. Вот. Вокруг по деревне прошли, где было все, там понастроили. Где раньше сад был, это все застроено, весь сад. Домами застроено. Это сад чей? Отцов? Нет. Сад был, который там, колхозный сад был, большой там. А-а-а. Все полностью застроены там дома, там ничего не узнаешь. Это мы во вторник приехали, а в среду утром мы пошли в храм. Там у них храм небольшой, понимаете, сделали. Это где, в Воронцовке? В Воронцовке. Служил батюшка. На клиросе три человека, и мы с Валей два прихожанина были. Я и Валя. Никого больше нет. А какой день? Среда. А-а-а. Собор архистратига Михаила. Двадцать первое. Вот, да, двадцать первое. Познакомился я с Буряковым, привел его к себе в дом в этот день. Вот, это его день, день ангела, как вообще. Да. Ну вот, это что, ну батюшка служит такой. Я его раньше знал, что это было, отец Александр. Ну, служит так, не торопясь он все это, ревно, что так благоговейно. Закончил службу и стал говорить проповедь. Вау. И будет духовное возрождение тогда. Вот царя надо вымаливать. И вот он там минут пятнадцать, все, царя надо царя. Он не завал, а царь-искупитель? Да, да. Это Осипов воюет, говорит, совсем, говорит, тряхнулись. Да. Он потом прочитал там стихотворение «Белый голубь», так называемый, там, кто пишет. А потом, в конце, он когда подарил мне эту книжечку, там все. Стихотворение такое, что если бы царь был, то деревни сегодня, сразу бы возродились деревни. Люди бы, молодежь, поехала бы в деревню, только если бы царь был. Вот, царя надо, царя надо, и все. Вот, надо молиться, царь уже вроде бы как он и есть, но вот надо молиться, чтобы Бог дал ему здоровье. Там, я сказал потом, а Вася говорит, а это всегда, говорит, на каждой службе, каждую проповедь он заканчивает царем. Мусарь-то, если приедет, он его выдвинет на митрополита или куда? Да он кого, он еле уже, это, болящий. Еле, еле ходит, а. Моложе меня он лет на шесть, на восемь, наверное. А все равно за царя. Царя, царя, вот прямо царя надо. И в конце, я сказал, что царь сейчас больной, вроде надо, как будто бы царь уже даже и есть, но он что-то болеет. Так мы подвозили на машине священника, который его короновал здесь, Михаил Георгиев. Ну, вот, надо молиться о здравии императора. И вот его фотография есть, как уголовник какой-то. Ну, вот, что я. Неужели руси не могли избрать? Ну, ничего, поговорить не удалось, он как-то так, очень, это. А больше, наверное, бояться. Я на воскресенье хотел договориться, чтобы покрестить. В храме. Не дома, а в храме. Ну, он говорит, у меня там крестин, тогда я покрещу, тогда ты будешь крестить. Крести, тогда ты, вроде бы. Вот, ну, а потом мы надумали в субботу уезжать, в воскресенье там и нету, вроде, рейца. Поэтому я позвонил в другой, в Кант, где там отец Павел служил. Ты, может, знал его, нет? Ну, еще бы он не знал. Ну, вот. Но он его нет, он уехал в Новгородскую область, ему уже 88 лет, матушка умерла у него. Ну, я с тем батюшкой созвонился, отец Олег, что можно так сделать? Он думал, можно, но надо спросить благочинного. Дал мне номер благочинного, я звоню благочинному, так и так объяснил, что я и почему хочу туда, что я. Раньше, там, с отцом Павлом, я говорю, когда приезжал, там и служил я у него много раз. Вот. Он, ладно, я спрошу архиерея. Ну, а если, да у меня отпускная грамота, я, можно, я ее сфотографировал, ему переслали. Это по скайпу-то. На другой день у нас звание. Все, архиерей благословил. Я говорю, Ваше, смотри, на каком уровне решается крещение твоей доли. И как назвали-то? Евгения. Там как раз этот день была Евгения. Вот. Ну, а у них это в пятницу. В пятницу у них и перхальное собрание, потом этот батюшка звонит. Меня, говорит, не будет в храме. Ну, я, говорит, там накажу все, там оболчение лежит. Там-то на престоле мира стоит, возьмешь там все. Ну, мы приехали к 11 часам, правда, храм был открытый, мужчина там, который торговал уже, он ждал уже все. Воды приготовили, налили, ну и все, и начал крестить. Никого не было, только я был, Валя, это и девчонки его были. Вот. Вот все, покрестили, домой поехали. Вот так совершилось это. А вот у отца не проводили? А день, раньше мы, в среду, мы сходили на могилку к отцу, там мы литию помолились, послужили литию. Он не хотел с вами поехать? Кто? Отец. Отец, думаю, не звали пока, там надо это, я как там поговорил с кем, это не так просто, это надо. Видишь, не было бы границ этого выка, а на границе везде могут проверять, там, если там еще задержат, еще и насидишься пока. Это надо через военный комиссариат. Ну, как-то там где-то надо это хлопотать, а так просто там, ага, обонарушиваются, ага, череп, там, кости, ага, что это такое, там это еще и посадят еще и насидишься. Тут обратиться в местный Алтайский, нужно обязательно. Ну да, там с ними. И с ними. Ну да, ну пока там еще живет же, дочь там же живет Татьяна-то. Татьяны не было, она была у Насти в Сургуте. Мы в ее доме, там, в новом доме, который я строил, мы там с Валей были. А не в том, в старом нашем, Вася. Татьяна где была у матери Василия? Так зачем у матери Василия? Татьяна у матери Василия. Ну, я тебя бы спрашивал, где? Татьяна-то кто? Мать Василия, Татьяна. Ну, 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 понятно. А Настя в Сургуте, Настя в Сургуте. А, вон где. Она в Сургут там уехала. Там она. Там старшего в армию вроде забирает Антона этого. Антона написали. Чтоб помолились. Ну, она там была, значит, ее не было дома. Ну, а так больше мы никуда, куда там. Собор где этот был, Воскресенский собор-то. Ехали мы когда оттуда с Крещения, с Канта. Заехали, я говорю, заехай. Там пристроили еще рядом такой же собор. Ему с этой стороны пристроили, с той стороны пристроили, там расстроили. Там такие дома, там как епархия. Там прихиальные такие дома, там, ой, понастроили еще. А уполномоченных нету теперь там? Нету. Нету полномоченных. Ну, так я зашел в храм. А кого? Никого нет. Знакомых-то уже никого нет. Ни батюшек, никого нет. Вот так вот. Ну, и все. Назад мы лететь взяли, приехали в это. Самолет задержали где-то на три с лишним часа. Мы приехали, а еще с Новосибирска он не вылетел. В Новосибирске метель была, не выпускали. Где-то часа на три задержалась. Вот там утихло метель, выпустили. Сели мы паспортный контроль прошли. И Вася уехал. А после него мы еще часа три сидели с Валей, пока она в вокзале. А он поехал домой, а там в этот день дождь, снег, град. И подъезжать уже к Воронцовке. Говорит, смотрю, авария, там сейчас три машины. Люди туда выскочил. Говорит, машину одну сильно помяло. И женщина там дверь ее прищемила, не может вытащить. Он, говорит, вырвал дверь. Вытащил женщину, там ногу ее перетянул жгутом. Скорую помощь вызвал пока. Такое было. Ну, а мы потом с самолета сели, долетели. Хорошо, пол первого в Новосибирск прилетели. Там Роман нас встретил. У Романа переночевали, а утром на автовокзал мы уже приехали мы во сколько? Здесь, наверное, пол шестого в Барнаул. Мне надо было там какие вещи забрать. Попросил, Володя мне принес. В Потеряевку-то никто не просился приехать, как Роман? Куда в Потеряевку? На жительство, Роман. Да нет. Ну, а что он приехал, что делать-то будет? Он там работает, у него работает. Скотину держать не будет. Вася, я бы, говорит, переехал, но я скотину нет, не буду держать, а больше нет. А там он хороший специалист по сантехнике везде. У него там работы, при мне сколько звонят, он с нами три дня там провозился. То туда, то сюда там поехать. А что он там будет делать? Был концерт в школе в четверг. День памяти Чингиса Атьматова. 90 лет ему исполнилось. Было бы. Да, было бы. Ну, и концерт ученики там делали, там сценки из его произведений некоторые. А где это было? В школе, в школе. В школе. Потом эта старшая девчонка Вася там исполняла песню на киргизском языке. Так хорошо она исполнила, там ей так аплодировали. Этот руководитель говорит, это талант у девочки, надо его развивать. Значит, там это еще раз попросили ее там. А я потом говорю, это у тебя, говорю, может быть болезнь, смертельная болезнь. А мать-то ее, Наташа, а какая, батюшка, что это? Я говорю, ну, это часто у артистов это бывает такая болезнь. Это называется звездная болезнь. Она на одни пятерки учится? Да. Учится хорошо и... Ну и... Ну вот и все так, больше что еще. Такого-то ничего и не было. Но базар там все, там базар... Это действительно южный базар. У нас таких базаров-то нет. Наши все базары, наверное, вместе сложить, он один такой-то. А что там продают? А мясо? Все мясо... И мясо так не так большое. А где все больше фрукты, овощи, фрукты, овощи сухие, там вяленые и всякие овощи. И рыба есть? А? Рыба. Мы заехали в океан, взяли одну рыбину живую. Взяли карп живое. Первый он поймал, на сколько? Это на 10 килограмм. Говорит, нет, на какой нам большой, мы не съедим. Взяли на 4,5 килограмма карпа поймал. Ну и там в магазине сразу можно его почистить, там он и на кусочки порежет. Стоит 20 рублей, чтобы почистить его и порезать. Ну и Вася говорит, почистим, он почистил этот киргиз-то. Мы говорили, нет, не надо, я не возьму. Почему? Вы хорошие люди, значит, я не возьму. А я был в подряднике, был в весеннем. Не взял нас бесплатно. Подскажет, Мулан аж приехал. Бесплатно разделал. Ну так вот и все. Сейчас заболели, Валя заболела, то ли простыли, что-то и я как-то это. Или климат там такой, а потом переход видно большой. Она еле говорит, хрипит. Вот еще беда-то. Ну так вот. А у отца-то где? А отцов в дом-то заходили туда? Нет, мы только подошли, а они не стали заходить. Так они дом этот не продали, а просто квартиранты? А платят там за квартиру-то? Ну да, платят там что-то. Платят. Ну а там где сад, сад наш, там все заброшено так. Яблоки еще везят на яблонях, не собраны, замерзшие. Я говорю, что, Вася, мне некогда собирать. Да я зачем, говорит, буду собирать это? Я что с ними делать-то, куда? Продавать я, говорит, не пойду. Если я продам, говорит, там мешок 100 рублей. У меня, говорит, за день я, говорит, зарабатываю 3 тысячи. Бывает. И что я, говорит, буду с этим мешком таскаться? На полу, я вот такие вот груши прямо валяются, на полу груши эти все, ничего нет. Да. В тех деревьях, которые я когда жил, ни одного уже нет, вот этих деревьев, ни одного. Все новые деревья. Ну, что, как мы там 35 лет как не живем, считай. Значит, в горы не сходили никуда. Ну, куда горы идти, там снег и это. Слякоть. Слякоть, нет. А в Арыке-то вода течет, нет? Течет, течет, вода течет, помаленьку так. Здесь по деревне нет, там не обходит, по деревне не пускают. На как, про Морозову эту морозову не слышали, как? Нет, не знаю, я ничего. А они отделились же тогда. Не знаю. И в Воронцовке ты никого не встретил, кто тебя знал? Да кого, никого нету. Кого встретил? Вот и все. Говорят, место его, уже не узнает его. Да кого там? Ну, кто молодежь были, если там молодые, я с ними не имел, а которые даже моего возраста, всем уже за 70, кого, никого нигде нет. Прошел я там съезд, где дома, которые строили, мы колхозные там возле домов, возле Тониного дома, где Иосиф с Тонией жили, мы так подъехали к дому. Где Иосиф жил? Да, там все заборы. Заборы ставят, везде заборы такие возле домов, вот по нашей улице. Проходишь дом, из-за забора видать только половина крыши дома. Выше стен дома заборы. Чтобы не залезли, наверное. А? Железные, из камней? Нет, я говорю, чтобы никто не залез. Да, кто его знает. У Васи забор тоже такой там, это, из камней сложенный такой. Ну, раньше они дувал называли свой. Ну, дувал там они делали из самана, а это у всех сейчас не саман, все, такой-то блок красивый. Блок из железной забора эти, все, заборы, заборы, заборы. Приезжал, говорит, Путин, у Васи половина забора из блоков, он взял, а половина из железа. Я говорю, что, а это, говорит, Путин, когда приезжал, вот он сколько, он года два назад был или когда там был. У кого плохие заборы, так вот всем, значит, дали железо. Кто не может сам поставить, то рабочие поставили, но я, говорит, сам поставил, мне только железо привезли они. Это бесплатно. И заборы поставили, чтобы красиво было. Как он узнал про заборы? Это советники сказали. Че, кто? Ну, Путину-то что забор-то? Да Путин-то откуда, он и знать не знает, что он Путин. Это власти уже позаботились, чтобы красиво было. Потому что улица центральная, проезжает по центральной улице. И сейчас успокоились, никакой революции нету? Нету, сейчас, говорит, спокойно. А когда была революция, там людей, говорит, много погибло и все это. Улица сейчас у них называется Талант. Ой, звать Талант его. Как-то я забыл я уже. Вот, кто? А это, говорит, один из погибших в революцию. И его именем названа улица. Была Ленина раньше, а сейчас? Ну, значит, с прежним строем все, покончено. Ну, так, как-то не так давно было, там, говорит, разгромили эту, ну, там банда ИГИЛы, ИГИЛовцы были. Так там, говорит, ОМОН, там все их, ну, всех уничтожили. Есть, говорит, которые даже с францовки, которые в Сирию уехали воевать. Есть такие. Ты смотри, а они же мусульмане, а ИГИЛ не поддержали. Ну, не все там. У них тоже мусульмане есть, как старообрядцы, новообрядцы. Там старостильники, новостильники. То же самое. Ну, тебя не потянуло туда? Нет, нисколько. Так, прошел все, поспоминал, конечно, что где было. Нет, нисколько даже. Никак. Я тут приготовил два ролика, чтобы ты посмотрел от корки до корки. На севере, как ухаживают за оленями, в какой трудной обстановке живут и какие люди веселые. Это надо видеть в этот труд. Пурга, а они каждый год, они границу пересекают. Уральские горы из Азии туда, трава, где есть. И там продают оленей. И вот, говорит, сегодня ночью напали оленей, 30 оленей зарезали у них. Волки. Волки. И теперь они как вот переезжают. Пурга идет. И они в течение недели все где останавливаются. И опять и женщины там. Это ужас один. И никуда никто не уезжает. Но это их образ жизни. Они так и живут. Возьмите в советское время. Помню, работали же, смотри, сутками работали. Там же женщины. Работали-то как мужики, как лошади. А смотри, песни пели. Все, и думали, хорошо. Мы в школе учились. Я читаю газеты. Говорят, вот смотри, в Америке дети там в мусорных ящиках копаются. И с ней еще голодают. Я думаю, интересно. Ехали бы к нам. У нас картошки полном. Мамка поставит ведерный чугун картошки. Мы все наились. Тыква у нас есть. Брюква была. Рефа. А там, говорит, нет, безработно. У нас, смотри, тядька с мамкой работают без выходных, без отпусков. И все световые дни, от зари до зари. Вот сколько у нас работы много. А там, говорит, безработицы. И были счастливы всегда. Никогда не суток, отец роптал там. Что какая тяжелая жизнь. Ни разу я не слышал, не знаю. Считали, что... Потому что мы не знали, как другие-то люди живут. Так и они там все время, они не знают, как другие жизни. Как-то еще в советское время там встали, в Киргизии рассказывали, что... Ну, где были там эти аулы, ну, решили им благоустроиться. Построили там дома двухэтажные, там, с водопроводом, там, с туалетами. Так они, говорят, что, эти киргизы, рядом ставят юрту, в юрте живут. А там, говорит, в этих домах, в которые, говорит, там, что собак держат, баранов. Не хотят в этих домах, не хотели жить. А в юртах... Ну, да, ну, возьми, вот, которые на Паново-то. Большие дома двухэтажные, так и заброшены, остались. Так там жить некому. Вот почему заброшены. Жить некому. Люди-то уезжают. Мы, Сковородино, город большой, четырехэтажные дома, и везде уже деревья из окон выглядывают. Ну, правильно. Построили, а ничего нету. Предприятия, которые были, закрылись. А что людям делать-то? С голоду помирать? Там, бам, построили. Там, говорит, есть такие, которые там станции, небольшие городишки, полностью мертвые. И дома культуры построены там, и дом быта там, все стоят заброшены. Да, народ переселился на кладбище и за границу сбежал. Каждый день 20 тысяч абортов. Аборты. Здесь без абортов сколько гибнет? А да, 6,5 миллионов абортов каждый год. Но и умножь на 20 лет. 120 миллионов, вот и город. Интересно, комсомольская правда, большая статья на развороте прямо. Если бы большевики не победили, не одержали победу в 17-м году, нас бы, русских, сегодня было 650 миллионов. Ну, это у нас как-то был, когда я в Америке, там была такая беседа. И один, значит, я спросил, кто, ну, это, говорит, политолог американ. Он говорит так, что если бы, говорит, в России не было революции, то Второй мировой войны не было бы, вообще не было бы. И Россия, как по тому развитию, которое тогда было, набирала, она, говорит, намога была впереди Америки, говорит. В 32-м году уже была бы на первом месте в мире. Вот так вот. А что здесь, когда это, все разрушили, все предприятия разрушены были. Сельское хозяйство полностью, 100% было разрушено. Под корень вырублены все работники. Как у нас коммуна была, там, с залогом, отец, говорит, там были дома. Ну, собрали все, говорит, а нет, зимой что, надо кормить. А что, я не пойду, ты был, иди там. Ну, что, за зиму, говорит, загубили все, там, быков, скотину. Что, технику переломали. Ну, и все, и закончилась коммуна. А мама говорит, когда, говорит, девчонка-то была еще. И когда мимо едем, они стоят в очереди с чашками. А мы, говорит, сытые, едем на покос. Говорит, ну, так охота с ними постоять там. Тут-то свое еле. Ну, и что, у тебя время есть или отдыхать пойдешь? Нет, мне надо заказы, мне надо в аптеку, на базар сходить, там, заказал Вася, там, эти, ему какие-то сгоны надо, уголки. Матушка-то как, здоровье? Болеет, твоя нога болит сильно. Так и болит? Болит. Она каждый день капустой ее обвязывает. Ну, да. Люба-то как, там, не пошла на операцию? Ну, готовится, гусей убирает. Сейчас она гусей уберет и... Куда, говорит, шарик одевать? Она хотела оставлять гусей. Нет, ни одного не будет оставлять. Никого. А Володя Устинов не готовится к операции-то? А что ему оперировать? Я не знаю, Валя говорил. Она его направляла в железнодорожную, говорит, больница хорошая. Нет, ничего я не знаю, не слыхал. Ну, шарик, куда девать-то? К Серафиме только? Серафиме. Подойди к Серафиме. Серафима тебя там... Ну, ладно, что-то решат уже все равно. Тут приезжала, была позавчера Ольга Симоненко, этого, Виктора Николаевича, Савченко, сестра. Ну, она на обследование приехала, а ее в больницу положили. Она вчера звонила, чтобы помолились, объявили. Я не стал спрашивать, чего-то неудобно. Ну, что, тебя провожать или что-то показать? Да, нет, я пойду, а то сейчас отходят. Ну, ладно, спаси Христос. Ладно, все уже. Я думал, ты испугаешься этого, записи. Прости, что я так подумал. Что мне не надо, я тебе не скажу. Мне не надо, что не надо. Дело в том, что как-то Иван Суворов и говорит, вот такое записали, там работаете. Я говорю, Иван, ты ничего не знаешь. У тебя опыта нет. Люди приходят, мы, говорит, впервые натолкнулись. И ничего особенного нет, говорит. Ну, весь интернет заполнен разными. Ну, говорит, а с вашего канала не могу уйти, говорит. Каждое утро просыпаюсь и тянет сюда. Почему? Мы увидели абсолютную честность и открытость. И человек очень разбонит, совсем, я безбожник, говорит. 16 лет, парнишка. Записали. И уже просятся. Вот я посмотрел раз в другую, ну, до того охота побывать у вас летом. Я говорю, да как с кем ты приедешь-то? Да ко мне уже 17 будет, уже и паспорт будет. Там в Алматах мы познакомились. Да я женщина одна. Я здесь познакомился, когда в четвертом году был я, когда в Америке-то. Вот. Светлана звать. А она с Казахстана, с Алмата. Там она много... Со мной там она день-два все ходила, показывала где. Вот. Как гидом таким была. Ну, и когда я уезжал, она мне дала 200 долларов. И говорит, она знает, что я в Киргизии, как бы был в Киргизии. Может, говорит, поедет. То в Алмате там дочь передать. Ну, приехала я куда-то. Я не поехал ни разу. Потом я ей адрес... Потерялся адрес, и я не знал, как. Так это на мне этот долг и был, 200 долларов. Ну, я потом Никодиму-то позвонил и говорю, найди, где вот такой... Сказал, где она там, в какой храм ходила, ее имя, фамилию. Он узнал. И дал мне алматинский адрес, где она живет в Алматах сейчас. Угу. Ну, и вот я Васю попросил, и... А сейчас у него навигатор. Только туда скажет, какая улица, дом. Прямо подводит машина. Вы у места. Подводит. Прямо... Машина ему показала. Да, прям к подъезду. Навигатор. Навигатор это. Вот едем, где поверните налево, поверните направо. Через 200 метров налево, через 100 метров направо. Прямо к... И прямо к дому, правда. Народ-то совсем беспамятный теперь. Ну, подъехали. Нашел я ее. Открыла дочь... Внучка. Студентка. Ну, лет ей, может быть, 18-19. Девушка такая. Красивая, приятная. Она вышла. Видать, отдыхала. Она меня сразу не признала. Потом, когда я сказала, признала, да так она, давай обнимать прям до этого все. Я говорю, Светлана, я должник перед тобой уже. 14 лет. Какой должник? Я говорю, я не помню. Ну, как не помню. Я-то помню, говорю. Я вот обменял. Это не обменял, но по курсу взял, какой есть-то. Вот. 13 тысяч я ей должен. Я ей даю. Она... Нет, нет, не надо, не надо, не надо. Дайте тому, кто нуждается. Я не нуждаюсь, кто нуждается тому. Я говорю, ну, я должен. Не должен ничего. Ну, все тогда. На этом разошлись. Не должен. 14 лет я не видел ее. И она... Вот так вот. Такой случай был, что еще. Народ-то другой стал совсем. Мне говорили за рубежом, там, вот здесь революция-то раскидала их. И один уехал за границу. А который остался-то здесь-то, он ему должен был. А сюда проехать нельзя. И отец умирал, говорит, на мне эта грусть-то висит. Много у него дал, он что-то строился или что-то непонятно. Сынок, я тебе завещаю, ты отдай. Так как только открыли границу сюда, он говорит, сразу сюда. А тут уже сыновья или внуки уже живут. Так я, говорит, как гору с плеч столкнул. Никто бы не знал, никогда взял, революции нет. Я однажды присутствовал при одном спорном разговоре. Под машиной один лежит, а под машиной лежит, кажется, который за красных. А около машины где-то стоит за белых. И они все еще не решат вопрос, кто прав был. А я стою и смотрю, а этот говорит тому, а этот этому. Ну и рассуждают оба хорошо и правильно. Наконец тот вылез и говорит, Никифор, а ты не прав. Он говорит, а почему этот красный белому? А ты заметил, как у тебя голос изменился? Ты сейчас, говорит, ты же осередился на меня. Тот постоял, прости меня, действительно так. Ты прав. Повернулся и пошел. Да у нас разве возможно так? Если нечего отвечать, говорит, я подумал, обложу его матом, да уйду. Или поморде. Еще дам. Я был свидетель. А еще я когда стал рассказывать, говорит, это люди того поколения. Сегодня уже не так. Это все погубили. Ну все. Взаимоотношения какие. Я вышел утром у Васи, давай этот тротуар. Немножко снег подтаял, и я его очистил тротуар от этого. А то люди идут посляхать это. Проходит киргиз. Такой, пожилой уже. Проходит. Бог, помощь вам. Ух ты. Я говорю, спаси Христос вас. И он поклонился и пошел дальше. Русский идет поздравить ее решил. Говорит, Христос воскрес. Ай, молодца, Христос воскрес. Молодца. Вот я тебе говорил, что это вчера вышел на меня один. Сейчас он глядь на него. Я подключил веб-камеру. Вот он, юноша, посмотри. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, да, конечно нет. Я только за. Хорошо, я слушаю. Говорите. Я вот несколько вопросов хотел Вас узнать. Пожалуйста. Вот смотрите, первый вопрос очень меня интересует. Давно Вас смотрю уже. А где Никита? Ну, Колесников, который. Ну, на Украине уехал домой. Уехал? Да. А вы с ним поругались или просто уехал? Нет, по-хорошему. А тут ролики есть, как он уезжает. Я ему книги дарю. Ага. Молимся вместе. Его в армию не взяли. Теперь 30 лет, он вернулся домой. А это от ветка. Он 5 лет пробыл здесь. Ага. Ага, понятно. Это как... И еще, вот смотрите, вот мне 16 лет, да? Вот. Живу в Санкт-Петербурге. Ну, знаете, наверное, да, где? Конечно, я там был. Вот. Вот, это хорошо. Вот, короче. Я еще, наверное, в силу своего возраста, ну, не верю в Бога. Вот. Вы можете мне как-то, ну, может рассказать что-то, помочь как-то, чтобы, ну, появилась какая-то, ну, ясность что-ли. Потому что, ну, я пока, если честно, не понимаю, типа, в чем смысл этого. Наверное, в силу своего возраста. Я понял. А вы сколько классов окончили? Я в девятом сейчас классе. В девятом классе учусь. Я, ну, по сути, окончил в восемь, да. Вот сейчас в девятом учусь. И вы не чувствуете о том, что вот этот мир, как сотворенный, звезды, человек, гольстрим, что это не могло само по себе быть? У вас такая мысль не приходит? Приходит, что, ну, не могло само по себе появиться. А больше не надо ничего, это вы верующий. Ну. Теперь вам надо поверить только то, что свое создание Бог не бросил, а дал ему руководство, Святую Библию. Вы ее читали когда-нибудь? Нет, ни разу не читал. А вы зайдите в православный храм, только не к сектантам пойдите, не к баптистам, а к православным, потому что у них там не полная Библия. И купите, попросите, чтобы помогли родители или кто. И начните читать Евангелие с Нового Завета. И у вас будут если вопросы, я вам разрешаю прийти. Кроме того, есть толкование, растолкование. Вот я трехтомник выпустил, полное толкование Нового Завета. Как понимали святые отцы. Не верить это только безумный может быть пьяный. Как Монтейн философ говорил, под звездным небом и у гроба близкого человека отрицать Бога может только полный безумец или преступник. А выбор-то небольшой остается. Понятно. Ну хорошо, я попробую почитать. А вот еще, а вот по поводу детского лагеря, он у вас больше не работает, да? В другом формате. Мы приобрели несколько домов и теперь в домы просто приезжают в гости, потому что Роспотребнадзор уничтожает все на своем пути. Я 45 лет был начальник детского лагеря, сам основал его, и сам его ликвидировал, потому что невозможно. Прокуратура, суды, полиция, все за них. Ничего нельзя. Придирается к чему не надо. У меня 45 лет ни одного заболевания не было, ни одного ребенка не потеряли, ни одного больного нет. Какое доказательство-то, что мы живем нормально? А не всякие там глупости, там, с покрышки, эмо... Ну, вот так. Ясно. Все? Провожать? Пойдем. Ну, давай. Спаси Христос. Кое-что услышал. Это Паля лежит. Она боязливая такая. Это ее сынок. Он лежит белый. Там в наших продуктах завелась мышь, не одна, наверное. И главное, которая мешки бумажные, она их стрижет, и из них делает себе перину. Ну, мы сейчас так сделали, и туда две кошки уносим. У нас кошек-то знаешь, сколько нынче? Девять. Ну, три котенка из них. Вот там под полом, в этом, в храме. У нас еще есть, привезти вам еще? Нет, пока хватит. Не надо? Под храмом, это, под трапезной, то у нас там три кошки сейчас. Мы кормим их. Они беспризорные здесь были. Одного помета видно, черненькие все. И они тут замерзали. Ну, ничьи на улице. А там они ожили. Я туда экспедицию делал, экскурсию. Половина ребятишек в воскресенье было, в этом воскресенье вторую половину поведут туда. У меня скоро будут щенят, а вам не надо? Не, не надо. Я, матушка, наказалась. Смотри, говорю, береги, чтобы не было. Ну, я, говорит, берегла, все закрывала. Утром проснулась, я, говорит, пошла. А лобай у рынки в конуре лежит. И она сейчас ходит, скоро будут. Ну, говоришь, это тоже собака Андреева прибежала к ней. Андреева, Игорев. Так он, я, говорит, договорился, если еще прибежит ко мне, я его повешаю. Ну, конечно, породистая собака, она как хаска похожа. И он бы, ну, продавать мог щенков. Ну, как-то, знаешь, что так, ну, можно же было закрыть, как-то сделать для нее какой-то вольер, он как у Люды сделан. Деревянный пол надо, как вот в сарае. Деревянный пол. Ну, вон у Люды сделали какой-нибудь. Интересно, если вот собаковод за ними ходил и не досмотрел, то подсчитывается средний, сколько помет и высчитывает с него. Ну. Потому что, ну, он же для этого и взял ее, чтобы выгодно было. Взял, надо смотреть, было придумывать. у него нарочно там ничего не сделано. Все, он залез к ней. Тоже. Да. Мы ждем в гости, когда кто-то вот приедет от вас. Игорь-то приезжает. Он, наверное, сегодня приедет, Игорь. А что? Вчера быка он зарезан. А-а-а. Наверное, сегодня должен ехать. Вот, Игорь, какой интересный, я говорю, ты, Игорь. Со всеми хорошие отношения. Еще не скажешь, постарается сделать. Ну, все, ладно. Мягкий характер. Ну, с Богом. Сейчас я батюшку посмотрю, как он выходит. Вот он вышел. Где-то еще нет. Вот оно все под... Вот такие хорошие дела. Вот он побыл тут. А это залезло. Пали. Что-то залезло. Подъедает за ним. А вот он самый главный виновник. Вот лазит. Это был шнырь такой. Везде лазит. Вот все, поднялся. Это белый, слепой был. Но да такой отчаянный. Все знает. И все везде лезет. Это сын Пали. И главное, что лазит прямо отсюда. Так. Так ее по глазам. Видал, что делает. Это мать загоняет. Все. Маленько. Бумага виновата. Поползла под ним. Все. Ему это никак не подходит, что она ушла. Он ее сейчас опять настигнет. Вот так. Попутно показать. Вот я смотрю, если колышется здесь. Вот вчера привязал я. Я вижу, какая погода. Вот. такое дело. Это уже храм заходить. Батюшка пойдет сейчас. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Батюшка. Продолжение следует...